В эфире «Соскное дело» в студии Алины Чемерис. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о резонансных судебных делах, громких арестах, масштабных спецоперациях и подведем криминальные итоги недели. МОСКВА РЕЙМЕР В Приволжском окружном военном суде состоялось предварительное заседание по делу о нападении на семью начальника полиции Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены Екатерины. Слушание проходило в закрытом режиме. Гособвинение запросило для Виталия Яранкина, Эрнста Яцуненко, Даниила Елтышева и Андрея Пермякова продлить срок содержания под стражей, а для Кристины Чистяковой, которая обвиняется в сокрытии улик, продление подписки о невыезде. В свою очередь, Яранкин, который, как полагает следствие, нанес смертельный удар и топором жене полицейского, попросил, чтобы дело рассматривали трое судей. Ходатайство удовлетворили. На заседании присутствовал и Дмитрий Вашуркин. В итоге суд продлил срок содержания под стражей всем подозреваемым. Дело близится к развязке. В Самаре судят банду черных риэлторов. На скамье подсудимых шесть человек. Они обвиняются в мошенничестве, похищении паспорта и убийстве. Из зала суда репортаж Марины Матвейшиной. Подсудимые старательно прячут лица от камеры, пока прокурор выступает с речью. Сегодня в областном суде начались премии по делу черных риэлторов. Шестеро человек обвиняют в мошенничестве. Троих из них в убийстве жительницы Самары Татьяны Кладчиковой. Женщина получила в наследство квартиру на улице Георгия Димитрова и частный дом с участком в Зубчининовке. При этом в собственности у нее уже была квартира на проспекте Кирова. Тогда же она познакомилась с риэлтором Цаплиной, который втерлась в доверие. Часто бывало дома у погибшей и через некоторое время похитила ее паспорт. Чтобы продать квартиру на Димитров без ведома Кладчиковой, в документ вклеили фото другой женщины, подсудимой Ледовских. Просто человек сказал, что она согласна, что она в Хабаровском крае, наркозависимая, не может. Да, я поэтому и согласилась. А я же не думала, что так все получится. Но была трудная ситуация. Меня также лишили квартиры. Жила на квартире. Работала. Решилась работы. Слоумышленники сначала продали одну квартиру, потом оформили доверенность у нотариуса на продажу остального имущества. Однако специалисты заподозрили подделку. К тому времени Цаплина успела уже получить задаток за вторую квартиру в 900 тысяч рублей. Думала, это обычная купли-продажа. Думала, так сильно она доверяет своей Цаплине, поэтому пошла на это. Просто продать квартиру моя была даже не задача, как тут было все сказано, а просто она позвонила, говорит, продать обычную, как обычная сделка. Когда настоящая владелица недвижимости заподозрила неладное, Цаплина решила убить ее, чтобы скрыть преступление. Наняла исполнителей. Жертву вывезли в поле в Красноармейский район. Но она успела отправить СМС подруге, что, возможно, не вернется и просит за все прощение. Несчастный несколько раз выстрелили в голову, затем пытались душить, после чего полживую бросили. Если бы ее положили в машину, то есть, ну, как вот они нам на стадии следствия говорили, что они убивать ее не хотели, что все это было спонтанно, что Петериков вроде выстрелил в нее, потому что вот она там ругаться начала. У них была возможность положить ее в машину, довезти до больницы. То есть, в общем, по трассе там получается, наверное, Чапаевская самая большая больница, то есть Чапаевская ЦРБ, в том числе хирургическое отделение. Ну и вполне можно было человека спасти. Ну, об этом как раз свидетельствует умысел именно на убийство, что они это не сделали. Поскольку они, ну, изначально этого не собирались делать, ну, в результате их действий как раз смерть и наступила. Через несколько дней сын убитый обратился в полицию. Следователи тут же задержали наемников. А потом вышли на всю преступную банду. Обвинение запрашивает наказание в виде лишения свободы всем участникам от 3 до 19 лет. Два года в колонии строгого режима проведет житель Тольятти за связь с террористами. В законную силу вступил приговор Приволжского окружного военного суда по делу студента Тольяттинского государственного университета. Наказание назначили по статье «Приготовление к участию в террористической организации». По информации ФСБ, мужчина состоял в интернет-сообществе террористической направленности с октября 2016 года. Там связался с вербовщиком запрещенной в России организацией ИГИЛ. Под его влиянием студент ТГУ решил поехать в Сирию и вступить в ряды террористов. Вербовщик приобрел для него билеты на самолет. Однако покинуть пределы региона студенту помешали сотрудники ФСБ. Руководителю Департамента градостроительства Сергею Рубакову предъявили обвинение по статье «Предложение посредничества во взяточничестве». Ранее чиновника задержали сотрудники ФСБ. Меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста избрали в Самарском районном суде. По версии следствия, в мае этого года Сергей Рубаков вызвался помочь директору управления капитального строительства. Он должен был передать взятку размером в 2,5 миллиона рублей сотрудникам правоохранительных органов, чтобы те закрыли уголовное дело. 2 июня в одном из самарских ресторанов сделка состоялась, и Рубаков получил обещанные деньги, после чего был задержан на месте сотрудниками ФСБ. Чиновник свою вину не отрицает и сотрудничает со следствием. Как нынче повелось, ни друзей, ни приятелей, ни людей, которые тебя просят, а потом тебя же подставляют. Этих денег ни копейки не должно было достаться. То есть сам факт не отрицать? Сам факт не отрицать, а как это все глупо отрицать? Он получил 2,5 миллиона из этих денег, то есть миллион 100 были денежные средства, миллион 400 был муляж. После того, как он получил денежные средства, он был задержан сотрудниками ФСБ России по Самарской области. 250 миллионов рублей, минуя госконтроль, сотрудники ФСБ задержали двух молодых людей, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. По оперативным данным, несколько жителей Самарской области разработали схему нелегального вывода денег из-под финансового и налогового государственного контроля. И за три месяца успели обналичить четверть миллиарда рублей. Сами на этом заработали больше 12 миллионов. Заведено уголовное дело, устанавливаются участники преступной группы. Дорожные войны в Самаре. Мужчина стал жертвой нарушителя ПДД. По версии следствия, в апреле подозреваемый на иномарке подъехал к магазину на улице Куйбышева и припарковался на тротуаре. Автомобиль перекрыл вход в здание. Когда нарушитель вышел на улицу, прохожий попросил его убрать машину. На замечание водитель избил пешехода. Затем сел в автомобиль и уехал с места происшествия. Полицейские вскоре нашли преступника. Им оказался 26-летний самарец. Теперь суд решит его судьбу. В Самаре женщину на год лишили водительских прав за то, что она сбила ребенка и уехала. ДТП случилось в новом молодежном переулке в Куйбышевском районе. К счастью, девочка отделалась легким испугом и не получила травм. Подробности в нашем репортаже. Своего пушистого зайца маленькая Лера ни на минуту не выпускает из рук. Взяла с собой даже на заседание суда. В магазин за долгожданной игрушкой девочка отправилась как раз в тот день, когда попала под машину. На обратном пути переходила дорогу к киоску, где работает мама и неожиданно оказалась под колесами автомобиля. Я побежала к маме, а машина ехала, а машина задела. Тетя посмотрела в окно и уехала. Слава Богу, у нас все благополучно. У нас вообще никаких травм нет. Вот это прям, я говорю, доченька, ты у меня в рубашке родилась. Как позже выяснилось, за рулем автомобиля была Дарья Усачева, по иронии судьбы. Она родственница пострадавшей девочки. На вопрос, как все случилось, девушка отвечает, мол, ребенок упал сам и никакого ДТП не было. Поэтому и уехала с места происшествия. Не уверена я, что я ударила машину ребенка. Если бы я почувствовала, что ударила, я бы, конечно, вышла бы. Вышла подруга моя, у меня было средство состояния, и ребенок быстро убежал, даже не успела за ней убежать. И она убежала в сторону, сзади машины. В случае, когда водители уезжали с места аварии, только в Самаре в этом году было около 70. Большая часть таких дел раскрыта. Найти машину, которая сбила Леру, полицейским помогли очевидцы. На новом молодежном переулке, где случилось ДТП, располагается рынок. Поэтому свидетелей произошедшего немало. Люди рассказали машина, черный седан. Назвали номера и показали, куда уехал автомобиль. Была изъята видеосъемка с камер, фотофиксация административного правонарушения. Это расположено на улице Уральская с пересечением Учевская. И после просмотра данной видеозаписи был установлен автомобиль Ситроен С5. После чего был установлен водитель. Мировой суд Куйбышевского района постановил обвиняемую лишить водительских прав на год. Придется ли ей выплачивать компенсацию пострадавшей девочке, определит судебная медицинская экспертиза. Причиной аварии нередко становится и невнимательность жителей. По статистике, таких случаев в три четверти от общего числа ДТП с участием пешеходов. Кадры, на которых видно, как нужно соблюдать ПДД, выложил в сеть житель Сызрани. Пример людям подают собаки. Четвероногие переходят дорогу по пешеходному переходу, где нет светофора. Животные начинают движение, лишь убедившись в том, что машины их пропускают. На этом у нас все. Вы смотрели Сыскное дело. Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!